всем привет на мой канал сегодня у меня очередной домашний мукбанк по плану да я приготовил легкий салат цезарь у меня был кусочек курицы отварной листья салата немножко сухариков вот тут помидорчики черри и получился салат цезарь безалкогольное пиво вот и потом я буду пить кофе с такими связи с безешками пирожное безе и так сегодня хочу поговорить на такую тему как гражданский брак гражданский брак за и против так сейчас я вас поставлю хорошенько у меня там все постирана все отстирана как обычно на женский выходной опять потрачен на уборку и на все такое остальное как обычно я не накрашенная ну ладно в общем гражданский брака папа 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 попросту он называется сожительством да значит все что я сейчас скажу это только мое мнение она может быть правильным либо неправильным то есть у каждого у нас свое мнение на этот счет вот ну в общем как я отношусь гражданскому браку и как я вообще его вижу смотрите суть нет не в том что вы живете вместе да не расписаны и как бы хотя все равно вот в голова в наших головах да у девчонок давайте признаемся честно что мы все хотим замуж но не все но большинство когда мужчиной как сказать начинаем отношения да мы что хотим когда мы еще молоденькие девочки да мы хотим за него замуж как сказать когда вы влюблены такое мы увидели как сказать перспективного мужчину да не важно даже перспективным он в общем нам понравился да мы хотим с ним какого-то продолжения да и и соответственно там замужества семьи либо каких-то просто там крепких отношений которые законе закончится там браком например да вот и суть в общем суть даже не в том что мужчина вам допустим предложил пожить да вместе давай типа поживем давай поживем узнаем друг друга да как сказать ну поняли да меня там узнаем друг друга все такое в общем а потом по поглядим через этого выйдет суть в намерение в намерение вот поживем да а дальше то что и тут уже мужчина ну как женщины доверяемся да наивные большинстве своем женщины кажется что ну с одной стороны да вот сейчас такая жизнь и ты думаешь да наверное все таки пожить стоит да как сказать ты думаешь так вроде как логично это все с одной стороны а потом уже получается так что в большинстве своем мужчина под вот этим своим предложением пожить начинает женщину дурить начинает с него отжить там никакого предложения не поступает до 2 3 есть случаи по 15 лет живут там и все как бы по 10 лет по 15 отжили то есть предложение никакого а смысл предложения делать да вот мужчина думает когда мы и так уже живем как бы ты так выполняешь функции жены магии да зачем мне жениться вот мужчина начинает дурить есть конечно случай когда женщина не хочет сама замуж мужчин ей предлагает да она раздумывает идти замуж не идти да как сказать есть ли у меня с ним будущее или просто мне с ним как бы пожить но но такие случаи намного реже я отношусь как бы к этому отрицательно вот к таким вот ситуациям когда пять лет от жили семь лет от жили то есть и все и женщина как сказать лизинг в общем лизинг прошла в лизинге побыла да и все ее меняет на новую вот когда в общем парень с девушкой встречаются вообще всегда как бы видно по парню как он к ней относится вообще что он от нее хочет вот я вот например когда с мужем своим встречалась мне как бы сразу было понятно что он хочет со мной серьезных отношений хочется на каких тут продолжений до брака то есть имеется ввиду брак и мы уже думали жить нам или не жить как бы но мы кстати не жили до брака мы встречались где-то девять месяцев где-то вот так чуть больше полугода наверно месяцев девять и поженились да у нас были притирки да бывало всякое но мы живем мы женаты и живем ну и есть парни которые серьезно то есть настроены но они хотят давать типа может быть там денежек на свадьбу нету но не всем как бы свадьба нужна мне например свадьба была не нужна но она все равно у меня была вот и там в принципе ой извините там в принципе за полгода все понятно то есть когда если там пожить за полгода все вообще понятно как сказать человек подходит тебе не подходит вот и уже из этого стоит как бы сходить если даже пожить вот ну когда уже там год второй пятый то есть уже стоит вообще задуматься этот человек вообще ну он как бы стоит мужчине уже задать серьезный вопрос а ты хочешь вообще что-то вообще от меня хочешь да как мысли у меня немножко перепутались вот я в общем так скажи я когда со своим мужем встречалась я ему задавал такие вопросы что-то от меня хочешь как ты видишь будущее я конечно тоже допускал такой момент что ну сейчас такое время можно и пожить да как бы оно так и легче как бы пожили не сошлись разбежали с одной стороны это легче но все равно я вот такой человек как бы я считаю что молодым девчоночкам до а жить с парнем извини меня по пять лет как бы ну я не знаю а другое дело когда ты взрослая женщина как бы у тебя есть дети у него есть уже дети у тебя есть имущество у него имущество как бы свое и там вот на каких-то вот таких вот основаниях не потому что вы как-то друг другу относитесь там подозрительно вы не женитесь просто вот на таких вот основаниях да вот а другое дело когда девочки 20 лет и она вот лет десять отживет с каким-то мужиком который ее потом пошлет скажет слушай а я не хотела на тебя жениться ты чё не понимала что как бы я просто с тобой жил и все да такие случаи очень часто бывают поэтому тут вопрос в намерении что от вас хочет человека что вы от него хотите вот вот тут конечно главное чтоб все были счастливы да чтобы не было такого что вот один человек хочет семьи хочет там замуж или жениться да а другого ничего этого не хочет как бы вот тут тут главное чтобы цели как бы совпадали даже если вы там поживете немножко да допустим но цели вас ну как сказать намерение чтоб совпадали они так что один там все на себе тащит от другом вообще ничего не надо вот поэтому когда мужчина встречается на вашем пути не нужно знаете вот еще так прям мы расплываемся вот он предложил мне пожить типа сейчас такое время прям и вот девчонки вот действительно время такое тяжелое и вот он парень там например предложил предложил пожить и девчонки уже расплывается уже этому блин рады хотя надо у нее спросить а пожить то а дальше ты что вообще какие планы пожить и на насчет детей тоже есть такие мужчины которые просят сразу детей вот он женился или просто я хочу родить от тебя ребенка я прям все я вижу тебя матерью своих детей и то и все и пятое десятое тоже как бы на не надо расплываться как бы в улыбке и думать ого этот мужчина хочет от меня детей нужно задать вообще вопрос ему а подожди а как ты видишь беременность а как ты видишь то есть то все пятое десятое то есть надо узнать друг друга и как вот тоже вот говорят пожить чтобы узнать друг друга да но тут вопрос в намерении если вы будете 10 лет друг другу узнавать это уже то есть вас вы не узнаете друг друга вас просто наебывают если вы хотите семьи она вас извините меня не женится просто воспользует как бы да так грубо скажем ну и про детей тоже как бы надо задать вопрос ему вообще то есть так почему я так говорю потому что есть мужчина который извините меня нарожают там везде кучу детей и бросают их да там у них 10 детей и все его женщины матери-одиночки ни одной он не помогает нужно как бы интуицию такой включать но вообще вот с такой с моральной точки зрения для женщины это не очень хорошо по отношению к себе там если вы чувствуете что например мужчина с вами живет как бы ничего от вас не хочет как бы ну я не знаю а вы хотите его вот как позволяет там собой пользоваться извините меня там спите с ним выполнять все вот эти функции жены я считаю что это не очень хорошо по отношению к себе конечно у меня мысли таки все скомканные да вот конечно есть такие мужчины которые женятся тоже по разным причинам да сразу женятся как бы а причина там может быть не потому что ему женщина там понравилась там еще что-то а другие причины корыстные какие-нибудь цели еще что-то поэтому это очень такой тонкий вопрос вот ну и в общем я выражаю такое свое негодование такое негодование и отношусь к такому виду браку браку в кавычках очень отрицательно за редким исключением иногда действительно жениться ни к чему да вот как я уже сказал там старости люди встречать сможете она ни к чему это все действительно там ему 50 ей 50 у нее там дети у него дети как бы уже а когда мы молодые то есть ну вот разменивать себя на на человека который как бы ничего от вас не хочет как бы как бы это не очень хорошо если вам самой как бы это не нравится как бы это не очень хорошо вот вот сейчас конечно такая жизнь вообще сейчас все перевернулось сейчас женщины какие-то стали более мужественные они все на себе тащат все а мужчины сейчас не все конечно но ой котик у меня там месяц не все конечно но очень много и столько альфонсов столько вообще и пристраиваться и ради жилья живут то есть я считаю что для женщины это вообще то есть это не мужчины это лучше быть одной чем вот кого-то на себе тащить или еще что то то есть но это вообще как бы видите какое поэтому это очень тонкий как бы вопрос вот главное чтобы мы женщины были счастливы в этом во всем встретили свое счастье а нам как как обычно это бывает счастье достается очень как бы тяжело вот через какие-то расставания через какие-то неудачи не всем но большинству вот ну все мои хорошие такой вот у меня получился мукбанг короткий да может быть тем такая не развернутая ну в принципе я позицию свою как бы обозначила я думаю что кто-то со мной будет согласен вот ну все я вас всех целую спасибо кто на меня подписывается кто меня смотрит вот всех обнимаю всем пока пока пока